Новогодний спектакль для семейного просмотра. Новая сценическая версия всем известной сказки. Инсценировкой занимался режиссер Олег Руссов. Атмосфера и сюжет Андерсена – отдельная сцена из пьесы Шварца. Мария, ты знаешь, где страна снежная королевка? Знаю. Знаешь? Андерсеновскую сказку сократили, оставив главных героев и центральные события. Режиссер сделал акцент на женском образе. Мы как-то так забыли, что основное в нашей жизни все-таки это любовь и наши женщины. Вот Андерсен, когда писал очень много своих разных сказок, он собственно их все посвящал женщинам. На сцене синтетический театр, визуальная анимация, музыкальные сцены артисты играют в так называемом живом плане, без кукол. Это всегда очень интересно, пробовать себя как актера живого плана, драматического театра. И поэтому роль такая характерная, интересная. И всегда, знаете, волнение, конечно, потому что ты непосредственно видишь зал, слышишь его дыхание. Воюют так, как учил Суворов. Не числом, а умением. В спектакле задействовано всего шесть артистов. Пока одни на сцене, другие за ширмой. Играют куклами, планшетными и тростевыми. Здесь очень много актеров, имеет одновременно две-три роли. И куда же ты пойдешь-то? На селе. Ах, спасибо. Это так далеко. Это очень далеко. Что ж поделать? Кстати, новая постановка пришлась по душе, как детям, так и взрослым. Расскажи, кто тебе больше всего запомнился. Кто? Сказочник? Сказочник, да. Очень хороший спектакль, интересно. Новенького много, в принципе, такого еще не видели. Мне очень понравился. Кто тебе больше всех понравился там? Кай. Кай? С принцессой, с Гердой. Мне очень понравилась Снежная королева. Она же злая. Мне немножко понравилось. Знакомство маленьких орловских зрителей и Снежной королевы состоялось совсем скоро, 21 декабря. В этом храме Мельпомены стартует череда праздничных новогодних интермеди. 19-го же приглашают всех на открытую репетицию спектакля фотоаппараты. Возрастной ценз 14+. Наталья Чунина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.